Всем привет! Расскажу о парфюмах, которые у меня закончились или практически закончились. Начну из этого прекраснейшего аромата. Называется он Sink Wild, то есть Дикие мысли, насколько я понимаю. Вы знаете, вот он похож на такие компотистые стандартные ароматы, на Incanto Shine, например, или же на Victoria's Secret. То есть да, здесь прослеживается смородина, но в целом он не супер оригинальный. И я могу сказать, что здесь его украшает крышка. Продается он в Германии в обычных магазинах, то есть это не нишевый бренд. Здесь еще красивые были перышки веселья, я их сняла. Но повторять я его не буду, выглядит симпатично, стильно, аромат очень заурядный. Больше повторять его не буду, чаще я делилась этим ароматом со своей соседкой Ларисой. То есть для женщин, которые не любят какие-то особые, какие-то вычурные ароматы, он может подойти. Смородина, немножко компотистости, немножко малинки, немножко ванильки, но он не запоминается совершенно. Следующий. Опиум. Да, здесь пострадал у меня флакон. Хороший, славный аромат на все времена. Действительно есть кофейные ноты. Действительно он красиво раскрывается не только зимой, но и летом, если его на вечер и буквально капельку. Пока вот замену опиуму я не нашла. Его осталось совсем немножко, но он хороший, достойный, вечерний, традиционный аромат. Кофейно, ликерно, сладко, тягучий. Если вы такое любите, опиум обязательно послушайте. Там есть самые разные фланкеры, есть и зеленый опиум полегче, есть и черный. Ну, в целом хотя бы один опиум должен быть у каждой девушки. Дальше. I love love. Самый мой любимейший аромат. Сотки постоянно у меня улетают. 50 мл, 100 мл. Наверное, это седьмой или восьмой флакон. Говорят, что его будут снимать с производства. Не знаю, насколько это правда. Аромат мандарин. Аромат каких-то еловых веток и мандарина. Вот для меня. И на Новый год он прекрасен, и летом. Ну, в общем, в любое время года, в любое время суток. То есть, это уникальный аромат. И, конечно же, я его буду повторять до тех пор, пока он будет выпускаться. Следующий аромат – это коконат. Коконат – это аромат от Body Shop. Что я могу сказать? Body Shop – неплохие спреи для тела. Он мне достался, по-моему, в подарок. Маленький объем. Приятно пахнет кокосом. Приятная такая сладкая водичка. Незапоминающаяся, неплохая стойкость. Но особо повторять я его не буду. Хотя у Body Shop есть очень интересные ароматы. Но конкретно этот коконат таким не относится. Но я его доиспользую и больше повторять не буду. У меня еще много есть Body Shop ароматов. Когда-нибудь отдельно сделаю для вас подборку. Вот эта вещь действительно шикарная. Цедрат. Стоит очень мало. Пахнет коркой лимона. Красиво, унисексово. Хрустящий аромат цитрусов. И лимона, и базилика. И вот прекрасную бодрость дает. И прекрасное вот такое освежающее ощущение. Однозначно вот цедрат. Вот эта серия. Я вам советую. Здесь 60 миллилитров. Называется Provence Cedrat. И вербена. Очень советую. И я однозначно буду его повторять. Вообще цитрусовые ароматы я очень люблю. Ну и последним на сегодня. Это вот этот известнейший Eternity от Calvin Klein для женщин. Что я могу сказать? Очень-очень узнаваемый аромат. Прекрасная у него стойкость. Хорошая раскрываемость. Лилии, фрези. Вот такая водянистость у него. Озоновость есть. При этом он плотный. При этом он очень такой добротный. Но вот он все равно пахнет несовременно. Это аромат в стиле ретро. Это аромат такой вот солидный, офисный. Никого он не будет особо напрягать. Но он не стильный. Вот если вы хотите стильное что-то, более современное. На мой взгляд Cedrat, несмотря на маленькие деньги, это стильный аромат. На мой взгляд Opium это все равно стильный и современный аромат. Ну и I Love Love тоже это вне времени. Да, как Light Blue Dolce Gabbana. Вне времени. На этом все. Вот такие вот флакончики. Скоро запишу новую интересную подборку для вас. Всем хорошего настроения. Расскажите, какие у вас ароматы закончились. А мы с вами увидимся очень скоро. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok